Всем привет! Это четвертая часть серии уроков про звук и музыку. Тема сегодняшнего урока – как динамически включать фоновую музыку в вашем плейсе в зависимости от того, в какое место пошел ваш игрок. Зашел в какое-то здание, прошел какую-то дверь или зашел, например, в лес. Этот урок можно смотреть совершенно независимо от первого, второго, третьего урока. Если вы не хотите вникать, как все это работает, вы просто возьмете, например, AudioPlayer модуль. Place я загружу, можно будет скачать и использовать в своих играх. Потому что применение этого модуля будет занимать всего несколько строчек локального скрипта. Вот этот скрипт, как у нас выглядит. Вначале берем ссылку на нашего персонажа. Это очень легко, потому что у нас скрипт уже находится в персонаже. Нам не нужно проверять, не нужно вот такие wait for child и так далее, ждать, когда подключится персонаж. Персонаж уже гарантированно есть. И после этого только запускается уже этот скрипт. Ну, какая уж особенность, если мы сюда положим. Если в какое-то другое место локальный скрипт положите, ну уж ладно, там стандартными способами вы должны добраться до персонажа нашего скрипта. А из персонажа вы должны взять еще гуманоид root part. Именно с помощью этой части мы будем детектировать, ну проверять, столкнулись мы с каким-то регионом, в котором должна играть новая музыка или не столкнулись. Дальше получаем ссылку на Replicated Storage. Для чего это нужно? Потому что у нас здесь скрипт модуль лежит, которым мы пользуемся. Дальше я получаю ссылку на все функции из этого модуля, Audio Player. И вот я дальше их вызываю. Вот первой функцией я пользуюсь, Preload Audio. Это значит загрузить три музыкальных трека, когда игрок подключается к игре, чтобы параллельно начали загружаться сразу три трека. Чтобы у нас игра потом не тормозила, не было каких-то пауз для подкачки звуков. Дальше мы выбираем переменные в этой Current Track. Я буду хранить текущую мелодию, которая у нас играется при подключении человека в игру. Можете любую поставить из тех, которые подгрузили. И мы ее сразу запускаем на проигрывание. Окей. Так. Ну а вот вся логика. Я специально все упростил, чтобы не было никаких дополнительных переменных, никаких Wait, Pause и так далее. Защиты от дребезга. Ну может быть сталкивались в каких-то скриптах, которые с Touch событиями действуют. Итак, root part нашего персонажа проверяем Touched, чтобы событие... Если событие произошло, то мы присоединяем к этому событию функцию. В эту функцию нам передают один параметр. В параметр ту часть, та часть, с которой мы столкнулись. В первом условии мы проверяем, что это не Terrain. Можно, конечно, не проверять, но у нас будет красная ошибка в Output Window. И дальше мы проверяем, чтобы в том объекте, с которым мы столкнулись, обязательно был некий атрибут музыка. Вот посмотрите. Посмотрим давайте на карту. Вот у меня есть три каких-то кубика. В каждом кубике я задал свою мелодию. Как это сделать? Как задать? Я, кстати, эти кубики положил в папку. Создал фолдер на Workspace. Но на самом деле они могут лежать где угодно. Давайте я один кубик даже переложу на Workspace. Просто это нехорошо, когда... Видите, он сразу потерялся. Я его не переименовывал. А если вы так оставите, то лучше переименуйте. Тоже имя совершенно не важно, как эта часть будет называться. Ну давайте я переименую. Part M. Чтобы было понятно, что он с музыкой. Давайте посмотрим, что внутри него. Внутри него эффект Fire. Так. Да, мы на этот сейчас смотрим. Окей. Внутри него Fire. Не нужен он, конечно. Это я так просто для прикола добавил. Самое главное добавить вот этот объект внутрь. Нажимаем плюс. Пишем string. String. И вот вам показывают объект string value. Щелкаем. У вас добавляется string value. Переименовываем его в music. Все. Этот объект почти готов для того, чтобы включать новую мелодию. Но в этот music мы должны в его свойства value. Мы должны записать название мелодии. Вот у нас там есть music, есть value свойства. И записываем название мелодии. Оно должно совпадать с подгруженными мелодиями. У меня в данном случае три. Вот это название. Пишем без кавычек. Так. Ну и таким же образом сделаны и остальные кубики. Раз, два, три. Ну и попозже мы сделаем, допустим, еще один какой-то. Так. Ну и все. Давайте проверим, как у нас работает. Запускаем игру. Сейчас должна запуститься музыка, которую мы вначале задали. Вот здесь. Вот this earth sense. Так. Бежим. Играет другая. Касаемся этого. Играет другая. Касаемся этого. Опять играет другая. Ну и так далее. Так. Так. Вроде все нормально. Но они размещены близко от спавна, чтобы я вам быстро, ну не тратя времени, не бегая по всему плейсу, я бы показал, как это все работает. Я считаю, что я показал. Сейчас буду показывать уже, как в нормальной игре все это делать. Дообъясняю скрипт. Что же мы делаем? Итак, проверили, что у нас есть музыка. Отлично. Значит, мы из этого парта, с кем мы столкнулись. Этот парт, с кем мы столкнулись, он сейчас находится в именной object. Это у меня отладочная информация. Мы ее убираем, чтобы нам не нужно смотреть. Дальше. Смотрим. Если у нас музыка, текущая, которая сейчас играет, отличается от той музыки, которая лежит в объекте, ну вот с тем партом, с которым мы столкнулись, то тогда мы ее должны включить, ведь она отличается. Все. Останавливаем предыдущую current track, текущая, которая играла. Теперь в текущую current track заносим новое название музыки из нашего объекта, из его string value с названием music. И все. И запускаем. Вот и вся. Вся логика. Никаких дополнительных переменных. Для этого и писался наш модуль. Чтобы модуль все делал. Единственное, может быть, чего в модуле не хватает, это кроссфейдинга. Кто знает, что это такое, напишите в комментарии. Так. Дальше. Давайте я вам покажу. А, такую вещь. Вот смотрите. Не обязательно размещать, как в каких-то других уроках, может быть, вы видели. Я много посмотрел. Мне показалось, что там довольно сложновато. Я поэтому постарался сделать, упростить и скрипты. И тем более мы аудиоплеером пользуемся. Так. В некоторых... Ох, как он у меня. В некоторых уроках, гайдах, говорят. Ребята, накройте всю область. Вот у вас place, например. Давайте накройте весь place, где у вас будет звучать какая-то мелодия. Вот таким огромным куском. В моем движке... В моем... Точнее, в моем способе все будет прекрасно работать, конечно. И так. Так, я только не понял. Окей. Это от него такая тень черная падает, хотя он был прозрачный. А я предлагаю делать так. В принципе, это совершенно не нагружает игру. Если вы в Workspace создадите какую-нибудь папочку и все туда скидаете, все будет довольно аккуратно выглядеть. Я предлагаю... Можно ставить такие блоки. Только делайте их, конечно, совсем прозрачными. Их можно ставить перед входом куда-то, где должна измениться музыка. И наоборот. Что когда вы идете сюда, текущая музыка... В этом блоке должна быть текущая музыка, которая в этом регионе не реагирует. А здесь включается... Когда назад выходите, включается та. Так. Ну, я, наверное, не буду так откровенно размещать. Единственное, напоминаю, что у нас root part персонажа, она не в ступнях, а повыше. Поэтому вот эти вот кубики должны быть над землей. Давайте попробуем. Подхожу. Здесь музыка сменилась. В идеале здесь, конечно, должна быть та музыка совпадать со стартовой. Но это вы должны сами настроить. Вот. Но зато теперь будет все нормально работать. Я выхожу через этот проход. Вот. Вот включилась музыка. Теперь захожу обратно. И опять включилась та, которая нам надо. Вот так. Хочу сказать, но я, наверное, не буду показывать, как это делать. Смотрите. Если у вас есть телепорты, вы в плейсе, например, телепортируете из какого-нибудь лобби в небольшой отгороженный участок на вашем плейсе кого-то, то в местах телепорта тоже сверху поставьте какие-то вот такие над телепортом невидимые области с музыкой. И вы понимаете, что вам не нужно ни строчки кода писать, ничего не менять в этих скриптах. У вас все будет автоматически работать. Лишь бы вы в этом парте не забыли добавить string value, переименовали его music и записали туда название мелодии. Ну вот, собственно, и все. Можно пользоваться этим уроком. Я единственное сейчас теорию расскажу. Кто не любит теорию, кому лень было смотреть первый, второй, третий, я сейчас расскажу про защиту от хакеров. И что же я изменил. Например, по сравнению с третьим уроком. Вот давайте посмотрим на наш аудиоплеер модуль. В нем я скопировал функцию. Вот первая функция у нас была, play audio. Я ее взял и продублировал. Вот так. Кто-то посмотрит и скажет, что ни одна строчка не изменена. На самом деле изменено. В название я добавил local. И здесь у меня не просто play, а у меня стоит play local sound. Вот эта функция, в отличие от play, она проигрывает тот или иной звук строго. Ну, это из локального скрипта, конечно, должно быть запущено. Строго на компьютере того человека, который играет тем игроком, плеером. Ну, в общем, у каждого игрока индивидуально будет включаться. И другие игроки не услышат эту мелодию. В Roblox используется такое понятие, как репликация. Репликация действий, репликация звуков и так далее. Ну, относительно недавно в Roblox начали защищаться от всяких нехороших спамеров мамкиных и флудеров мамкиных, которые флудят и спамят звуком. Не дают другим играть. Раньше можно было делать так, что вы на своем игровом клиенте можете запустить любой звук. И этот звук слышат все остальные игроки, которые находятся на этом плейсе. Это, конечно, никуда не годится. Поэтому по умолчанию добавили вот такую настройку. Вот я в Explorer, нажимаю справа Sound Service. Давайте мы его свойства посмотрим. Properties. Так, где у нас Properties. Вот. И смотрите, такая строчка есть свойства. RespectFilteringEnabled. Если здесь стоит галка, это значит уже современные настройки Roblox. Это означает, что все звуки, которые издаются в локальном скрипте, даже не с помощью вот этой функции, которая PlayLocalSound, а даже с помощью обычного Play, они будут слышны только игроку. Только одному игроку. Чтобы сделать так, чтобы издаваемый звук, например, выстрела в ушки, слышали остальные игроки, это еще нужно закодировать в скрипте. Я про это как-нибудь вам расскажу. Или вы уже знаете. Молодцы тогда. Но мой способ, создав еще одну функцию, где я играю локальный звук, я позволяю своему модулю звуковому вот этому работать в тех играх, у кого вот эта галочка отключена и у кого включена. В любом случае, если вы будете пользоваться моим скриптом локальным для включения фоновых звуков, он будет работать и при тех настройках, и при других. И всегда гарантированно фоновую музыку будет слышать только один игрок. Точнее, каждый игрок будет слышать свою фоновую музыку. Иначе вы подходите к другому игроку, и вы слышите его фоновую музыку, и она смешивается с вашей. Но это же ужасно. Так, что же еще? Про спаун я сказал, что если у вас есть точки телепорта, вы можете не накрывать всю область, а можете поставить небольшой объект. Это здорово. Почему? Потому что если у вас игроки находятся в какой-то области, которая накрыта каким-то объектом большим, все время тач будет срабатывать на этот объект. Не все время, конечно, а когда вы входите в эту зону, но тем не менее, в вычислениях всегда Роблокс будет тратить время дополнительное на определение то, что вы уже внутри этой большой области, но еще ее не допустили. Так, ну вроде и все. Вот такой коротенький урок. Если бы не было этой теории про репликацию спамеров, то бы еще короче. Плейс будет загружен на сервер. Ссылка на все уроки, на все плейсы всегда под видео. Ставим, наверное, лайки, подписываемся, колокольчик жмем, рассказываем другим про этот канал. Вопросы и пожелания по темам уроков я принимаю, ну, конечно, с донейтом, но можно запросто написать свои запросы и просто в комментариях под видео. Например, а как сделать вот то-то или то-то. Если мне тема понравится, то я сделаю мини-урок. Не буду выставлять его в очередь, а сделаю прям сразу. Все, на этом пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok